Сам клад включает, как вы видите, разнообразные ювелирные украшения. В первую очередь украшения это шейные гривны, украшения женского, в первую очередь костюма, который одевался на шее. Они очень разные. Шумящие подвески, гривны, браслеты и кольца. Сразу два редких клада из Суздаля и Старой Рязани найдены учеными Института археологии РАН в ходе экспедиции. Уникальное древнерусское богатство представили в стенах дома российского исторического общества. В середине августа особое время в археологическом календаре, когда полевой сезон достигает своей высшей точки. Многие экспедиции уже совершают свои работы, другие продолжают раскопки. И еще не менее, под эти итоги, но уже появляются находки, которые могут и должны быть показаны. Оба клада найдены археологами там, где около тысячи и полутора тысячи лет назад их спрятали хозяева. Более древние обнаружили на правом берегу Нерли-Клязьминской, в округе Суздаля. Это первый клад поволжско-финских женских украшений эпохи Великого Переселения Народов, найденный в Суздальском Аполье. Ранее на этой территории подобные предметы никогда не встречались. Я смотрю на эти артефакты и думаю, что мы сейчас находимся в конце 17-го, начале 18-го века, на этом уровне. А под нами еще тысячелетия существуют, и они здесь есть. И возможно, что здесь можно было бы найти совершенно потрясающие вещи. Вот это зримая материальная связь времен, которую нам дает археология. Это украшение, входящее в состав уже костюма взрослой женщины. Этологам нечасто приходится держать в руках клады. Чаще находят культурный слой или утиль, черепушки, вышедшие из обихода. А тут штучные ценности. Эти редчайшие находки имеют огромное значение для изучения двух разных эпох. Эпохи Великого Переселения Народов и Домонгольского Средневековья. И, конечно же, такие открытия должны способствовать пробуждению интереса к археологии. Хватает, конечно, в археологии своих трудностей и задач. Одна из них связана с кадровым обеспечением археологической науки. Именно на решение этой проблемы было направлено недавнее обращение Сергея Евгеньевича Нарышкина к министру науки высшего образования Валерию Николаевичу Фалькову с просьбой и дальше развивать археологическое образование как отдельное направление подготовки. И мы сегодня можем говорить о том, что вот это направление подготовки, специальность, остается в вузах. Клады имеют огромное значение для познания прошлого. Они открывают наиболее сложные ремесленные технологии, образы искусства, социальную иерархию, а иногда и конкретные события. И в канун Дня археолога Институт археологии планирует разместить на нашем сайте в открытом доступе археологическую карту России, на которой представлено порядка 45 тысяч археологических памятников. Она будет открыта для всех таким образом, чтобы эти памятники не привлекали, естественно, внимание тех, кто занимается незаконным металлопоиском, но это открытые материалы, которые дают панораму, археологическую панораму России. После тщательного изучения уникальные находки будут переданы в музеи. Служба информации Фонда Истории Отечества. Фонда Истории Отечества